Одно очко есть, как бы уже. Ну это трофейное, подарили просто. Охладителя напитков добавили и еще веселее стало играть. Назови лучшего тиммейта из текущего состава. Нажал уже, говори, раз. Не бугари! Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Всем привет, дорогие друзья! Это Virtus.pro и сегодня мы здесь собрались, чтобы узнать, кто лучше знает оперативников, джойстик или данный. Ребята, все очень просто. У меня здесь написано лор про оперативников. Я вам буду зачитывать. Если не поймете, я зачитаю еще вторую подсказочку. Если не поймете, зачитаю еще третью. Ваша задача успеть жмякнуть на кнопочку. Кто успевает, тот побеждает. После каждого раунда проигравший получает каверзные вопросы. Кто проигрывает полностью всю игру, получает какое-то не очень хорошее действие. Все понятно. Если что, задавайте вопросы, будем потихонечку начинать. Итак, давайте по правилам, да? Мы стол не трогаем. Не трогаем. Договорились. Отлично. В детстве этому оперативнику рассказывали множество историй о родственниках, которые исследовали реки родной страны, охотились на пушных зверей и помогали составлять карту Севера железнодорожникам и добывающим компаниям. Я полагаю, что нам нужно отправиться к картуой. Конечно, дальше. Вообще ноль. Вторая подсказка. Благодаря подготовке к действиям в особо опасных ситуациях и морских операциях, а также навыкам боя на любой дистанции, оперативнику удалось попасть в поискоспасательное формирование. Какая-какая? Пытаюсь, я не знаю. У нас господин Львович. Вамай. Ну, это похоже на горного. Я был, когда выходил, он был в водолазном костюме. А то что-то реки-реки. Его имя часто звучит на заправках нашей страны, хотя он и канадец. Баг. Да. Ну, я примерно с таким лицом тоже вчера я посчитал, думаю, так, заправки, канадец. Почему Баг какие-то реки, озера? Не, на самом деле у него же там что-то висит, тут крюк какой-то там туда-сюда, горник там. Баг – это очень хороший оперативник. У него есть крутой ган, который немножечко там подводит иногда с отдачей. Но если научиться... Есть офигенный дробовик, который тебе может и пол пробить, и чела в упоре убить, и еще и флешки есть, еще и ган сикс есть. Это легенда, это легенда просто в шапке. Это очень полезный оперативник, на очень многих картах часто пикается. Просто муа, Баг хороший. Ставим 10 из 10. Тир С. Респект. Да, мы к тебе идем с каверзным вопросом. Я в депрессии, я в депрессии уже. Как мы уже говорили, инви будет проводиться в Бразилии. Расскажи, что ты знаешь об этой стране. Три-пять фактов. Я знаю, что там очень большая поддержка киберспорта. Это факт. Первый есть. Что там фанаты, они как бы и преданные, и в то же время любят и похейтить. Красивая природа. Отлично, три. Идем дальше. Там есть вода. Вода. А уровень жизни какой? Пойдет. Пойдет. Пять фактов. Отлично. Ребята, пять фактов. В 18 лет этот оперативник принял участие в соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации практической стрельбы. И выиграла золото в дисциплинах стрельба подвижущейся мишени и стрельба из пневматического пистолета. Молодец. Красава. В качестве торговца оружием она внедрилась. Она внедрилась в преступную группировку. Я думаю, что это КВР. Нет. Она внедрилась в преступную группировку Винчигера и в течение нескольких лет пыталась нейтрализовать ее деятельность изнутри. Ты, в принципе, я думаю, можешь дослужить до конца, потому что... Пробовал, что ты там ответил. Ну да, было, было. Так я пробовал. Но в итоге ты и выиграл, понимаешь? Позывной этого оперативника служит причиной снять обвинения с преступника. Моё! Моё! Я тут поё. Тут жестника не счастлива. Я видел палец жестника быстрее. Я вступлю, не счастлива. Давай вот один-один. Это алиби. Алиби. Ну такой персонаж. Поприкалываться. У нее типа пушка раньше была норм. Сейчас чуть похуже, но пойдет. Да, у нее просто такие обилки, которые может только лошок забайтиться, если выстрелить в нее. А так в целом она именно на про уровне особо никакой пользы не приносит. Разве что ее под окна кидать, когда чел забайтится. Ну вот, ну можно забыть либо лошок, либо ультра-профи, который в фокусе. Мы решили 2-0, да, мы все-таки? Нет, 2-1. 2-1? Типа 1-1 на этом ответе было. А, вы решили каждому по очку дать, да? Да. Мы без тебя ведущие просто правила решаем. Я понял, я так читаю текст. Джойстик. Ты дважды останавливался в шаге от заветного трофея Инви. Как относишься к мнению, что это некое проклятие? Да я бы не сказал, что это проклятие. В первый раз оппоненты были тогда сильнее нас гораздо. Мы, я думаю, не готовы были взять тот титул. Во второй раз, конечно, да, могли брать этот трофей, но там нашу карту не взяли. Нет, они меня скажут, что это проклятие. Мы придем, придем за своим. Давай заключим пари. Если вы выигрываете Инви, ты делаешь косплей-фото в костюме одного из оперативников игры. Это вот, ну, уже, как бы, получается, с тобой договорились. Кого? Как вы, говори. Тут-то так вышло. Кого бы выбрал и почему? Бака. Выбрал бы. Того очень просто в шапку надел, курпочку беликую зацепил и все, я готов. А ты выиграл бака у нас в итоге? Нет, я ничего не выиграл. Ну, подожди, у тебя целая анночка есть, как бы, уже. Ну, это трофейное, подарили просто. Благодаря обширным знаниям в области математики и технологии этот оперативник получил государственную стипендию для поступления в Институт передовых технологий. Ну, ты что, умная должна быть? Мира? Нет. Нет, нет, нет. Как так? Она же умнейшая. Я думал, вы сейчас будете так же сидеть. Ну, молодцы, молодец. Так мы, ты говоришь, на каждом этапе, типа, каждый будет по варианту предлагать, чтобы отсекать по чуть-чуть. А я предложу путь. Не дай бог ты с первого пойдешь сейчас. Хорошо, мы идем дальше. Не Инг? Я слышал, нет. Жаль, я думал, ты просто оглох. Нет. Жаль, жаль. Не жаль. Очень жаль. Один из самых молодых оперативников в игре. Ну, это я уже не знаю. Нет, без поинцов. Если бы не карьера... Руки убрал. ...в отряде Рейнбоу могла, могла бы здорово зарабатывать в колл-центре. Докоби. Да, да, да. Данек, долго, долго думаешь? Да. Она очень сильно помогает в игре от ромеров, потому что у нее есть два звонка, ты слышишь это, идешь и все чистишь под нее. Хорошая ДМРочка, хороший ган. Еще и на втором статье УЗ-шечки, еще и флешечки. Тоже приятный оперативник, который часто играется на многих картах. Да, ну, а мы послушаем, что ты нам ответишь на коверзные вопросы. Я не буду отвечать больше ничего вообще. Давай. В СНМ и БДС выбили вас из плей-офф-стадии мажора в Атланте. Поделись. Как справился с поражением? Да что, не проигрывал никогда, что ли? Проигрывали и не раз, поэтому, ну, дефолтное поражение. Ну как, вот что случилось? Вот ты проиграл, ты сидишь, думаешь. Ну, мы с СНМ просто у нас переехали, потому что они, ну, просто мы не готовы были к тому, как они играли. А БДС была классическая игра, я не знаю, мы уже миллиард раз играли, там, ну. Ну, что с БДС было потнейшее просто. Ну, просто это классика. Мы с БДС сколько не играли, но, типа, просто с БДС почти всегда вот со всеми пресс-командами такая ситуация, что либо ты их выиграл, либо они тебя, и это не зависит ни от чего. Благодаря своим навыкам ведения обороны оперативник довольно быстро получил чин капитана, а за умение держать ситуацию под контролем свою первую почетную грамоту. Интересно, мы сегодня хоть одного отгадаем с первого раза. Нет, я уверен, что нет. Тут просто так издалека заходят. Капитан. Помним ролики, где они играли в «Радугу». И что? В персонажей из «Радуги». И чего там? Там были капитаны. Там как будто уже знает, он просто как бы тебе… Ну, давай, давай. Две кали. Защита, оборона, ну какая кали? Ну, там она была командир. Ты понял тебя? Командир, капитан. Оперативника всегда волновала безопасность команды, а потому он постоянно совершенствовал и техники, и снаряжение для обороны. Еще одна попытка, кстати. Капкан. Нет. Касса. Да, вот так вот. С первого, с первого. Ну, с первой попытки, не имеется в виду, но с второго. Ну, прикольно, Перс. Ну, не на всех картах. Короче, на картах, где тебе надо держать какую-то большую площадь. Не одну комнату, не две, а там пол здания. И еще при этом как-то контролировать ситуацию, что происходит. Ситуативный, нормальный. Ни мба, и ни кал. Дан, я к тебе тогда с вопросом. Конечно. Я вам уже ранее вопрос задаваю. Вы довольно давно играете вместе с кем? С джойстиком. Назови три положительных и три отрицательных его качества. Самый уравновешенный, можно сказать. Наверное, так правильнее будет. Добрый человек, конечно. Добрый. Ответственный. Это правда. Теперь давай по-плохому. Он не моет посуду за собой. Я не видел, ты можешь посуду за собой? Нет. Он не моет посуду за собой. Это первое. Короче, грязнули получается. Слишком ответственный. Это нехорошая. Это невозможно терпеть просто. С другом договорились школу прогулять, а он ответственно пришел. Ну, сзади вот седва ведет и подруги. Да. Все идеально делает. Не прикопаться. Повторяет свои же ошибки сейчас. О, вот эта ошибка. По мнению этого оперативника, допустимых потерь не бывает. Уже не жмете? Честно, думаю, что это связано что-то с хилом. Мне нет? Так много их два. И типа есть это скажешь одного. Финка. Нет, не считается. Смотри, там два варианта. Это очень интересная игра. Он взлетает один. Докторой. Нет. Тандерберт. Нет. Все. Нет варианта больше. Продолжаем. Заслужил особое уважение у сослуживцев своими врожденными лидерскими качествами и заботой о безопасности граждан. Идем к третьему. Вообще, жутик от ГД пошел, он быстрее задумывается. Придумал свой гаджет, чтобы охлаждать товарищем напитки. Тубарао. Да, да, да. Я же говорил, этот дам возьмет просто. Лиз, чай же. Я в голове только придумал свой гаджет, чтобы понижать ФПС. Тубарао. Можно турбо, можно тубарк. Или, да. Ну вот так его как-то называют. Но слишком сильный перс, в моем понимании. Потому что он, по сути, заставляет тебя просто уходить пропил, просто ничего сделать не можешь. Потому что течерки его не выключают, его ломают только твич-дроны или зерокамеры. Ну или пули. Но на большинстве карт ты просто не сможешь это сделать чисто физически, потому что это будут смотреть. И поэтому единственный шанс, это если карта позволяет тебе зайти вниз, открыть потолок и отстреливать штуки, пока он их накидывает. Ну, короче, слишком персонаж, который у тебя вытягивает просто две минуты времени, когда и так в атаке сейчас играть тяжело. А еще вот эту охладительную напитку добавили, и еще веселее стало играть. Понерфить. Да, да. В сторону послабее. Да, сделать хоть какую-то контру нормальную, адекватную. Хорошо, джойстик. Я в кой-то веке прихожу к тебе. Легче еще. И что ж тебе я скажу? Назови лучшего тиммейта из текущего состава и объясни свой выбор. Ну, это вот вы меня подставили. Дальше типа мама или папа, или сейчас какой вот лучший тиммейт, и что мне сказать. Пусть будет. Я говорю, что-то... Данила, мы тут с ним сидим, а других нету. Все кинули нас, не приехали. Пусть будет Данила. Теперь еще можно, когда ты говоришь про хорошее качество, можно сказать, приятный, классный. Данила, почему? Потому что он добрый, общительный. В ответ полетело. Так. Он ответственный. Просто приятный. Просто приятный человек. Следующее. С ранних лет, стремясь к звездам в университете, оперативник изучал аэрокосмическую технику и поставил себе цель стать летчиком-истребителем. Ну, пробуй, если ты хочешь узнаешь. Подожди, вот. Дайте секунду буквально. Летчик-истребитель-космонавт, он сразу все небо решил покорить. Ну, смотри, он хотел технику, да? Эхо. Нет. Я не буду пробовать дальше. Не будешь пробовать. Поехали. Второе. Оперативник интересуется космосом и даже бывал на МКС. Ну, кто похож на космонавта? Никто. А может, у меня есть какой-то скин еще космический, да, вот этот, которым мы не играем никогда в жизни? Леон. Нет. Да что ж такое? У него есть, да, какой-то скафандр. Летающая и скафандр у него есть. И вот туда она больше шансов. Не обижается, когда ее называют белой вороной. А есть еще там подсказки? Четвертая стадия есть? Четвертая. Не обижается, когда ее называют белой вороной. Отлично, отлично. Обалдеть. Давайте пятая появилась. Есть такое имя. Что? Есть такое женское имя. Яна. Да. Да, 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 да. Какой космонавт, что? Я думал, между Яной и Леоном пошел Яной и скин, помнишь, где там какие-то черви, черви, черепавка, космонавтия там. Полный камбэк пошел. Расскажите нам, даже не думая. Сегодня про Яну. Ну, это Яна, очень классный оперативник. Я на нем часто играю. У нее есть флешки, Guns X, у нее крутая пушка, вторая крутая пушка. Крутой, ну такой базовый. Для опенфраггера. Для опенфраггера. Ты можешь и себе есть еще поддронить, и зафлешить кого-то, и пушки хорошие. Каким гаджетом из Rainbow Six ты бы хотел владеть в реальной жизни? И в каких сценариях ты бы его использовал? Вот такой. Есть горелка Маврика? Можно? Нет, я вот знаю, я вот знаю, какую гаджет. Что, Вальк? Нет. Ну ты скажи, что, я скажу. Я скажу, что? Ну давай. Я вот, допустим, вот Thunderbird хилочку хотел бы. Вот плохо стало, подхилился. Но это так не работает. У нас и нет гаджетов. Это если в тебя выстрелили, а потом ты лоу-хап, это похилился. Ну, гаджет, который лечит тебя от всех болезней. Я бы Вальку выбрал. Это можно себе камер понакидать и смотреть куда-нибудь. Круто ты придумал. Ты можешь тогда охранником устроить, что же камера выстрелить. Нет, ну это в полезные места, понимаешь? Охранник это он... Тоже полезные. Так он что-то для кого-то бдит. А тут ты для себя в хату одну камеру кинул, возле машины одну. У меня вот недавно гречку на машину насыпали, чтобы вычислить предателя. Кто это? Чтобы вычислить, кто это. Мне понадобилась камера, а потом камера Вальки не хватило. Это хейтеры? Я не знаю. В Казани и Ираке оперативник часто в одиночку ввел деятельность под глубоким прикрытием в тылу врага и получил несколько благодарностей за устранение повстанцев. Дальше. Может быть... Попробуй, давай. Оликс. Такая близкая была попытка, чтобы мы угадали с первого раза, но нет. Нет, нет. Идем дальше. Даны об этом оперативнике хранятся под грифом НАТО. Секретно. Ног. Да, это ног, друзья. У нас счет становится 5-3. Раньше была хорошим оперативником. Это скрытный опер, чисто заползти куда-то в спину, в сайт. Не часто на нем кто-то сейчас играет. Ну что ж, Дан, жди... Беды. Жди беды. В 2020 году ты занял третье место среди игроков четвертого года по мнению CGG Awards. Как ты считаешь, тогда была твоя праймовая форма? Мне кажется, это была не праймовая еще форма. У меня вот по личным ощущениям я сейчас в прайме нахожусь. Соответственно. Ну вот, надеюсь, в Бразилии покажу вот реально праймовую форму. Потому что сейчас я считаю, что я опытнее намного. Не знаю, как будто и не выходил из прайма. Как бы играешь с ним праки, и он всегда очень много настреливает фрагов, очень полезную информацию говорит. То есть такой полезный игрок. Просто на инве доказать, что прайм все-таки присутствует. Не только на праках. Прайм дали его на никнеймсе поставок. Перерыв между катками – это время пополнить припасы с Яндекс.Едой. Все от бургеров-десертов с быстрой доставкой прямо к клавиатуре. А если вы заказываете в первый раз от 1000 рублей, то промокоду ЯЦВП вас будет ждать скидка 350 рублей. Успейте воспользоваться промокодом до 31 декабря 2024 года. Записями о работе этого агента в секретной службе можно зачитываться как шпионским романом. Я могу, у меня в голове только из Валико персонажа. Сайферы, когда про космос был астроном. Да, да, да. Есть такое. Более 10 лет оперативник проработал в Вашингтоне, обеспечивая безопасность первых лиц страны. Ну, прикол уже. Давай, знаешь. Нет. Она разве… Ну, давай услышим третий и сейчас просто сразу дадим ответ, потому что… Я дам сейчас просто попытку термин. Нет. Ладно. Остался. Идем к третьему. Не считает Инк ослепительный. Я… Варкок. Я видел там, быстрее палец залетел. Я бы проскочил. Отлично. Рассказывайте, ребята, что… Я бы просто на чиле вторая попытка. Я думал, что опять нам тут дадут какие-то вот эти лази… Это, по сути, единственный, по факту, единственный персонаж, который контрит Ингу. Это персонаж, который раскидывает такой шарик, кидает, из него вылетает миллиард флешек и всех флешит. А у Варна есть очки, которые не обландят тебя, получается, и ты видишь сквозь смоки. То есть перс такой против троллей, которые пушат сайт. Это 10 из 10, потому что он не флешится, он сквозь смоки видит. 10 из 10 метовый перс пикают практически все на всех точках. У нас было зачитано третье вот это предложение. Просто я видел в ваших глазах вот это, как быстренько шестеренки крутились. На! Интересно. Так, какой у нас счет, господа? 5-4. 5-4. Ну это просто… Ну что это происходит? Джойстик, мы к тебе с каверзным вопросом. Я называю ник, ты говоришь ассоциацию. Пенгу. Что? Датчанин? Какая ассоциация у меня? Нормально. Боло. Чемпион. Вот так. Боло. Медийная персона. Полюх. Жесткий фрагер. Тайко. И еще жестче фрагер. Сейчас будет еще, возможно, жестче. Дан. Бэ-батьяра. Хороший человек. Приятный бот. Очень, да, приятный. У него в игре скрытный ник Бот, поэтому ты бот. Вот так вот. А вот это уже было больно. И Канедян? Легенда. Этот оперативник успешно прошел придуманные отцом суровые тренировки и обучился различным техникам, некоторые из которых можно назвать неоднозначными. Неоднозначный вопрос. Неоднозначный вопрос. Попробуем угадать с первого раза. Идем дальше. Попробуем со второго. Псевдоним этого оперативника совпадает с его настоящим именем. Не, ну там имена знать надо. Подожди. Но с именем. С именем настоящим, да, на самом деле с ним совпадает? Может быть. Это все-таки ли он? Нет. Выразила недовольство чрезмерной сексуализации. Сестры и Юбики ее понерфили. Да! А давай, давай. А нажал уже, говори. Давай. Не пугай меня. Не пугай меня. Ну говори. Ну это либо та, либо другая. Ну давай. А у тебя две попытки. 50%. Если она выразила, наверное, это Зофия. Да! Да. Долго было. Штрафной балл считарал. Он на меня сидел. Это угроза. Это стрессовое. Тренируемся перед ними. Давайте, как уже по традиции. Кто, что, зачем, с чем. Зофия это... Понял, пацаны, спасибо. Не, если бы у нее пушка была получше, поприятнее. Вот раньше у нее была имбовая пушка. И перс был очень, ну прям каждый пик. А сейчас пушка не очень приятная. Поэтому вместо нее обычную ашу берут. Обилка у Зофии сильнее. Да, в принципе, она такая же, как Аша, чуть посильнее. У нее есть два оглушающих снаряда. Она может себе сначала прокинуть, потом что-то сломать. Пушка не очень приятная. Поэтому такой, опять, среднячок. Понял. Услышал. Джойстик. Слушаю. Представлять наш регион на Инве будете только вы. Следишь ли за развитием соревновательной радуги у нас? Какие перспективные составы можешь выделить? Есть ребята с названием Dunlimate от команды, которые хорошо выступают. Но у них все, остальные небольшие перестановки в составе произошли. И сцена, я бы не сказал, что сейчас на пике развития, так сказать. Но есть ребята, есть команда отдельная, которая достойно тоже показывает результат. Если не на пике развития, это хорошо для вас, которые уже как бы на пике? Я считаю, что всегда, наоборот, должна быть конкурентно способная среда. Потому что ты всегда должен знать, что киберспорт это не такая вещь, где ты будешь долго держаться, если ты не будешь прогрессировать. Всегда у тебя и больше мотивации самому доказать, что ребята молодые, не такие уж и способные. Не такие уж и молодые. А старые, не такие уж и старые. Да, да. Старые, не такие уж и старые, что опыт все-таки побольше роляет, чем какая-то реакция там. Ну что, ребята, у нас 5-5. Либо сейчас, либо никогда. Поехали, следующее. После операции катализатор. Оперативнику пророчили место в специальной авиадесантной службе. Оставалось пройти отбор и научиться держать язык за зубами. Бьют. О, кстати, хорошая. Потому что она так стоит. Хорошая догадка, хорошая. Плюс балл. Победа, спасибо. А также еще Ша стоит на элитке. Она вот так стоит, в телефоне разговаривает. В смысле, вот так же показывает? Нет. Док. А, она вот так вам показывает? Два слова. Обожает скорость? Не надо. Не надо. Подумай. Не надо. Торикс? Нет. Слава богу. А я тоже попытку сюда использую. Хибана. Нет. Ваш личный поставщик скримеров на стадии дронинга. Виджил. Какой виджил? Да. Да, 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 ребята. У тебя был шанс. Да я специально неправильно сказал, потому что херен был. Ну да, да. Это была. Это была. Это была хорошая битва. Это еще не конец. Нет. Ну, мой, во-первых, 100 из 10, потому что у него есть скин ВП на оружие. Это уже достаточно для того, чтобы быть самым крутым. Да может больше ничего не говорить. Больше, в принципе, ничего не надо. Ну что, ловит дронов. Три жука. Вестит время для атаки, чтобы не дронили. Приятная пушка. Ну да, действительно, теперь можно объявить победителем джойстика. Джойстик, поздравляю. Спасибо, спасибо. Да, но мы к тебе все-таки с каверным вопросом. И потом еще и с каверным наказанием. Я называю женщину оперативника. Ты отвечаешь, сходил ли бы ты с ней на свидание или скипнул бы. Поехали. Милуси. Скип. Яна. Скип. Элла. Скип. Там сейчас будет просто. Не-не, всех скип и в конце ты знаешь, что сказать. Эш. Скип. Докаеми. Все скип. Твич. Скип. Валькирия. Скип. Кали. Скип. Есть причина, девушка есть понимаете. Вот это, друзья, вот это да. Вот это отличный ответ прекрасного мужчины. Приятный человек. Сразу видно приятный. Вообще, такая прекрасная компания. Приятная, прекрасная компания очень приятных людей. Вот потому что это эти вопросы, Кавес. Вы нас ни этими вопросами не подкупите. Казалось бы, непонятно, что за наказание. А я вам отвечу, друзья. Наказание очень простое. Да. Тебе придется взять на себя ответственность. Выложить в свой твиттер пост. Но это не просто пост. А какой же? Это розыгрыш. Обязательно переходите по ссылке, которая будет в комментариях. Мы разыгрываем 10 ключей. И вообще, там еще что-то разыгрывается. Вы посмотрите, зайдите. Что я вам буду рассказывать? Там классно. Там розыгрыши, пранки. Ребята, я вот как будто вам это уже говорил, но вы очень приятные. Очень приятные люди. Я вам пожму руку. Спасибо. Очень приятно. Нам тоже было приятно с тобой провести время. Очень приятно. Еще раз, конечно. Спасибо вам большое, что поддерживаете. Что смотрите. Что болеете. Что пишите приятные комментарии. Мы всех вас очень любим, ценим. В общем, вы красавцы. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. И участвуйте в розыгрыше, который у нас Дан сделал. В Twitter туда приходите. Есть, есть, есть. Там вообще классно. Всем спасибо большое. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok